Давайте помолимся стоя. Наша молитва очень сильна. Не стоит недооценивать ее. Мы молимся о дорогих сердцу людях, о жизни, обо всем, что нас тревожит. Я хочу, чтобы вы вспомнили, кто вы есть, что вы – дети Божьи, и в вас есть огромная сила. Каждое слово ваше – слово созидающее, ибо мы сделаны по образу и подобию его. Каждое слово, произнесенное Господом, осуществляется. Поэтому так важно, что мы с вами говорим. Когда мы молимся, мы отпускаем наши слова в пространство, и они остаются там навеки. Ни одно слово, сказанное Богом, не вернется назад, но исполнит то, для чего Бог изрек его. Отец, мы благодарны за то, кто ты есть. Ты наш Всевышний. Отец, я молюсь о том, чтобы ты продолжил создавать нас изнутри. Отец, мы хотим быть с тобой рядом. Ты здесь. Ты меняешь наши жизни. Отец, я молюсь, чтобы ты вложил в наши сердца цель жизни. Твое слово – это жизнь. Скажи нам слово твое. Мы сегодня собрались здесь ради тебя. Мы хотим быть с тобой сегодня лицом к лицу, как Моисей в свое время. Святой Дух, открой глаза наши, чтобы мы видели, и уши наши, чтобы мы услышали. Бог нашими руками делает добрые дела. Мы чествуем, благодарим и поклоняемся тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Прошу вас садиться. Наш сын Том живет в студенческом общежитии в Утрехте. На прошлой неделе он прислал нам сообщение. Сегодня ночью меня ограбили. Ограбители украли мой рюкзак с ноутбуком, в котором хранилась моя научная работа, над которой я месяцами работал. Он был сильно расстроен. Пропала его работа. И ее никак нельзя быстро восстановить. В рюкзаке еще были его учебники. И кроме всего этого, вся его одежда была брошена на кровать и сверху облита колой. Кому такое могло прийти в голову? Я молилась об этом рюкзаке, вы понимаете. Мне, как матери, очень жаль своего сына, больно видеть его переживания. Я представляла себе, как он месяцами работал, и все пропало. На следующий день я получила от сына следующее сообщение. Вдруг на пороге моей комнаты появился молодой человек с пакетом из супермаркета, в котором были все его вещи из рюкзака. Не было только самого рюкзака и ноутбука. До сих пор рюкзак с ноутбуком не найден. И у нас здесь не детективная передача. Но кто знает, может, тот человек тоже нас слушает и думает. Надо все же вернуть тот рюкзак. Или же кто-то случайно нашел его и думает. Что же мне с ним делать? Чудеса еще не исчерпали себя на этом свете. Один раз я потеряла свой телефон. Он лежал в сумке на велосипеде и выпал. Питер через приложение «Найти мой айфон» следил за тем, куда направился мой телефон. Питер несколько раз позвонил, сделал все возможное. И в конце концов человек, нашедший телефон, позвонил и сказал, что мы можем забрать его у красного стула. В Барнифельде мы поехали. Нам отдал телефон совсем другой человек. Месяцы спустя ко мне после проповеди подошел человек и сказал, «Я нашел твой телефон и почти продал его за 100 евро». Но вдруг позвонил Питер Пауэ. Его имя высветилось на экране. Он все звонил и звонил, не переставая. И я просто не смог продать этот телефон. Я ответила, что была очень рада, что ты вернул мой телефон. Спасибо большое. И вот тот рюкзак всегда был в моих мыслях, не выходил из моей головы ни на минуту. Послушайте, что говорит нам Святой Дух в таких случаях. Мы бежим к гонку нашей жизни. У Бога есть план и цель для нас. Но вы никогда не сможете мирно и успешно прийти к своей цели, если вы несете ношу, не предназначенную для вас. Сегодня я хочу поговорить о том, как нам дойти до конца. В послании к евреям читаем, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамления и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Сегодня я хочу поговорить о том рюкзаке, о ноше, о багаже и подбодрить вас хорошо закончить нашу гонку. У нас у всех есть наша ноша, которую мы несем через всю свою жизнь. Но Бог не планировал нагружать вас ею болью, трудностями, обидами, осуждением и неисполненными мечтами. Вы поймете, что несете с собой багаж, если вы утратили радость жизни. Наша жизнь – это марафон. На этих выходных проходит марафон в Роттердаме. И никто не хочет бежать в дистанцию с рюкзаком на спине, правда ведь? Бог хочет, чтобы мы были свободными. Я хочу показать вам, что именно приготовил нам Иисус и как Он хочет, чтобы мы достигли победы. Кто победит? Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Питер уже говорил нам об облаке свидетелей. Прекрасная речь о книге Откровения и о том, что придет. Не будет никакого страха, лишь один Иисус Христос. Вся книга Откровения – это побуждение. Даже это проповедь побуждения. В книге сказано «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, смотрящих и подбадривающих нас». Облако свидетелей – это Авраам, Сара, Иосиф, Моисей и другие, кто верил Богу. Вся книга евреям повествует нам об этих верующих людях, которые побуждают нас, несмотря на обстоятельства, доверять Богу. Знаете ли вы, что Авраам видит вас и подбадривает? Что Иосиф также видит вас и болеет за вас? Представьте себе целое облако свидетелей. Все те поколения предков, связанных с вами, вашей жизненной гонкой. Я всегда это чувствовала, что все поколения верующих, богобоязненных, бабушек и дедушек, видят меня и подбадривают. Я всегда это чувствовала. Но только недавно поняла, что все они смотрят на нас и болеют за нас. Как же это сильно! Связь поколений, облако свидетелей. Держитесь, идите вперед, не останавливайтесь, смотрите вверх на нас. Имея вокруг себя это облако свидетелей, давайте и мы свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Что такое бремя? Это давление, это трудности, обвинения, духота и страх. Так объясняется слово бремя. Давайте же с терпением будем проходить предлежащее нам поприще и устремим глаза наши на Иисуса, на начальника и свершителя веры. Бежать гонку, участвовать в соревновании – это не пассивная, а активная позиция с планом и целью и назначением жизни. Я удивлена, что священник делится посланием, которое так много раз пересылают и смотрят, что оно стало горячей темой на прошлой неделе. Это было послание о страхе перед концом времен, и он даже не упомянул о том решении, которое нам всем принес Иисус. Я лично считаю, что это чушь собачья. Простите. Нет, не простите за это выражение, серьезно. Мы нужны миру. Нам необходимо принести надежду, данную нам Иисусом Христом всему миру, и ничего другого, никакого страха. Как только мы перестанем смотреть на Иисуса, у нас останется один страх, а страх – это бремя. Сосредоточьте ваш взгляд на Иисусе, и вы познайте победу. Если мы потеряем наш ориентир и перестанем смотреть на Иисуса, наш враг возрадуется. Он именно этого и хочет. Как только мы пойдем у него на поводу, мы плохо закончим нашу гонку. Имеет значение не то, как мы начали, а как мы закончим забег длиною в жизнь. Мы не получаем награду, когда начинаем свой забег, но те, что у финиша, получают награду. Я услышала рассказ бегуна, представляющего свою страну на марафоне. Ему нужно было очень долго бежать, прежде чем он смог достичь финишной черты. Его спросили, ну зачем же тебе нужно было добежать до финиша? Он ответил, моя страна послала меня сюда не для того, чтобы я начал и бросил этот забег, но для того, чтобы я дошел до финиша. Стал он первым или же последним, неважно. Имеет значение только то, что он с честью закончил забег. Я верю в то, что Бог сегодня хочет напомнить нам о том, как нам стоит закончить наш забег. Ведь это имеет значение. Кто победит? Кто продержится? Кто проявит упорство? Клайв Стейплс Льюис писал, что мы все служим Богу, но имеет значение, как мы это делаем. Так же, как Иуда или же Иоанн. Это трудно принять, но это правда. Мы все служим Господу, но как уже зависит от нас самих. Иуда и Иоанн несли одинаковую ответственность пред Богом. Они начали совершенно одинаково. Первый сам сошел с дистанции, а второй дошел до конца. Бог знал, что Иоанн еще не закончил свое дело до того, как он послал нам книгу Откровения. Иуда закончил свою жизнь преждевременно, несмотря на то, что у них, у обоих, было одно и то же призвание, одна и та же миссия. Они оба получали благословение от Бога и силы на Его исполнение. Это зависит от нас, как мы окончим наш забег, а не от Бога. Мы все призваны быть святыми, и перед всеми нами стоит задача окончить забег. Но только тот, кто решил дойти до конца, познает победу. И это мы. Богу не нужно совершенства. Ему хочется видеть верность, чтобы Он потом смог нам сказать, «Молодец, ты оставался верен мне». Когда я смотрю на церковь, насколько она сейчас прекрасна, я вижу многих людей, которые сначала полны вдохновения и радости, принимались верить и действовать, сейчас сдулись и больше не посещают наши встречи. В Библии все в том же послании к евреям сказано, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга». И тем более, чем более усматривайте приближение Дня Онова. Он скоро придет. Но давайте подбадривать друг друга. Я видела многих сильных, приподнятых духом, полных энтузиазма, но они не заканчивали забег. В Библии сказано, «Давайте же терпеливо идти». Я хочу видеть упорных людей, идущих вперед, успешно заканчивающих свой забег. Я хочу видеть людей, стоящих твердо, несмотря ни на какие обстоятельства, людей, которые не окончили гонку, не довели ее до конца. Давайте подбадривать друг друга. Пусть наши взоры будут устремлены к Иисусу. Он наш проводник. Он ведущий нас по нашему пути. Он воплощение нашей веры. Куда же мне идти? Он обещает нам жизнь вечную. Он – наша радость в настоящем и в будущем. Он вынес мучение. Смерть на кресте. Он сидит сейчас, одеснуя Бога. Нашего Бога. В чем же состязательность забега? Бремя и грех, которые нас так легко тянут назад. Тянуть назад для меня значит выводить из равновесия. Наше бремя – тот багаж, что мы носим с собой. Он тянет нас вниз. Трудности, обвинения, неправда и страх. И, конечно же, грех. Ты говоришь о грехе? Но мы же живем в милости Божьей. Да, конечно, совершенно верно. Грех – это не то, что вы думаете. Мы представляем себе грех тем, что мы сделали и чего мы стыдимся впоследствии. Но в Библии говорится, что грех – это когда мы не видим цель своей жизни, которую нам дал Бог. Он говорит нам здесь, что мы упустим цель, если не избавимся от лишней ноши и не устремим взор свой на Иисуса на нашу конечную цель. Что у вас в рюкзаке? Что за бремя вы носите с собой? В Библии сказано «Оставь свою ношу». Нет причин для того, чтобы бежать с рюкзаком на плечах. В жизни, когда вы участвуете в забеге, вы хотите бежать налегке, чтобы быть быстрее. Если так в физической жизни, то так же оно и в духовной. Бог хочет, чтобы мы были свободными. Иаков, упомянутый в книге к евреям, тоже нес с собой багаж, не предназначенный для него Богом. Давайте посмотрим. Иосифа продали в рабство родные братья. Он 13 лет жил под гнетом. Он растолковал сон фараону и стал советником и правой рукой фараона. Фараона, который правил всем Египтом. Почитаем из книги Бытия. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. В течение прошлых недель я встречала много людей за пределами нашей церкви, и разговор часто начинался так. Моя жизнь? Да ну ее! Разве это жизнь? Моя жизнь ничего не стоит. Жизнь для них – это бремя, которое они влачат. Рюкзак, багаж. Но этого не хотел для нас Бог. Так же, как Иаков говорил нам, дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей. Она была трудной. Мне приходилось бороться за все, что бы ни происходило. Я не такой, как отец мой Авраам. Он почил, когда ему было 157 лет. А мой отец Исаак умер в возрасте 180 лет. Посмотрите на меня, мне уже 130 лет. И какова же моя жизнь? Потому что Иаков нес бремя, не отмеренное ему Богом. Оно буквально вытягивало из него жизнь. Но его бремя не было корнем всех бед. Это все даже не было правдой на самом деле. Он так думал, но это было не так. Знаете, я выросла в провинции Зейланд, в красивом районе с огромным яблоневым садом. И вот вы видите яблоню, дающую плоды. Как можно помешать ей приносить плоды? Можно собрать все плоды и думать, что все улажено. Но на ней лишь созреет еще больше плодов. Если же вы хотите, чтобы дерево больше не приносило зла, отпустите ситуацию. Не концентрируйте свое внимание на этом. И посмотрите, откуда растет проблема. Зрите в корень. Вы не измените плод, концентрируясь на нем. Вы измените плод лишь тогда, когда сместите ваше внимание с плода на корень. Корень же растет из сердца. Прочитаем об этом из Библии. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. «И от избытка сердца говорят уста его». Здесь сказано, что мы говорим не просто так, а от избытка сердца произносим мы слова. Обратите внимание на то, что вы произносите. Хотим ли мы избавиться от нашего багажа? Тогда нужно прекратить концентрироваться на том, что будет. В притчах сказано, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Прикусить свой язык не поможет, да и больно к тому же. Но берегите сердце свое. В сердце источники жизни. Из сердца исходит жизнь. Часть духовной жизни, скрытая от глаз, находится в вашем сердце. Знаете, есть слово, описывающее бремя. Крепостной вал. Оно у нас в голове. Крепостной вал – это вражеская позиция, с которой враг постоянно влияет на вас, управляет вами. Враг постоянно влияет на ваше поведение, на ваши эмоции, на ваши чувства, заставляет вас поверить в то, что не есть правда. Каждый раз, когда на нас опускаются слова разочарования и отвержения, они влияют на нас. Они понижают нашу самооценку. «Вы недостаточно хороши», «Вы поступили плохо». И это часто происходит в самый уязвимый момент. И вот тогда мы принимаем эти слова за правду. Иаков тоже испытал это. Его ненавидели собственные братья. Он раздражал своих братьев. Это ужасно. И вот они взяли одежду Иосифа и закололи козла, и выморали одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, «Мы это нашли». «Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Он узнал ее и сказал, «Это одежда сына моего». «Хищный зверь съел его». «Верно, растерзан Иосиф». Иосиф без сомнения был растерзан. Но это неправда. Он пошел искать своего сына и нигде не мог найти его. Враг предоставил ему доказательства, и он верил этой лжи всю жизнь. Мы часто боремся с трудностями на нашем пути. Брак разваливается, дружба разваливается. Мы переживаем из-за людей, которые уходят от нас. И мы несем за все свою вину. Хотите ли вы всегда чувствовать себя разбитым из-за этой вины? Я отвечу, «Нет». Но если вы верите лжи, которую в этот самый момент враг прошептал вам в уши, то вас потянет вниз. Иакову было всего 130 лет, но выглядел он на все 300, потому что он через всю жизнь пронес горечь о потере своего сына. Но в действительности он и не терял своего сына. И вот посмотрите, он стоит перед царем, он стоит рядом со своим сыном, и все еще он переживает насчет потери своего сына, которого он в сущности никогда и не терял. Сын вернется к нему, но за все то время он стал тем человеком с бременем потери. Он даже не мог радоваться, когда радость стояла рядом с ним. Он говорит, что то были тяжелые годы. Какую ложь тянете вы на себе по жизни? Что тяготит вас? Что обременяет вас? Я долгое время верила, что не смогу говорить на публике. То время неуверенности и страха, что я несла с собой, та ложь, которую я сама себе сочинила, тяготила меня. Неуверенность – это недостаток веры в самого себя. Это уклонение от курса, от той цели, ради которой вас призвал Бог. Когда вы идете по жизни и несете с собой багаж, не предназначенный вам Богом, то ваша жизнь не наполнена той радостью, что Бог приготовил для вас. И вы ощущаете тяжесть и бремя. Бог нам говорит, я никогда не подразумевал, что вы будете нести чужую ношу. Оставьте ее и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Но как же мне сбросить свою ношу? Как отпустить бремя свое? Нужно заменить ложь на правду. Не получится начать все заново, лишь сказав, я больше никогда так не сделаю и никогда так не поступлю. Но говорить правду от Бога. Мы так часто тянем на себе бремя через всю свою жизнь, даже не зная, а что там в нем? Что же я такое несу на себе? Похоже на то, что вы едете в путешествие. Вам нужно положить багаж в контейнер, и он должен пройти через сканер. За экраном сидит мужчина или женщина и смотрит, что же там внутри в вашем чемодане. И вы надеетесь, что там нет ничего лишнего. И вы внимательно смотрите, поедет контейнер прямо или же сойдет с дистанции влево, потому что там есть что-то, чего там быть не должно. Это делает сканер. Через него видно все, что есть у вас в багаже. Сканер – это Слово Божье. Сканер наших жизней – это Слово Божье. Мы ориентируемся на Слово Божье, чтобы выяснить, верно ли мы идем или нет. Что есть такое во мне, чего Бог не дал мне по своей воле? И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу. Война разворачивается лишь в наших мыслях, в наших головах, и каждый раз в голове мы слышим этот голосок. Ты недостаточно хорош. Ты уверен, что ты сможешь сделать это? Я знаю, что это не от Бога, но от дьявола. Скажите себе, в моих мыслях Христос, я смогу победить любые дурные мысли. Мы собираем ложь и несем ее как бремя свое, и удивляемся, зачем же Бог так нагрузил нас? Но в Библии сказано, избавьтесь от бремени своего. Есть всего лишь одно место, где вы сможете сбросить с себя весь лишний багаж, и это на кресте у ног его. Бог сказал нам, приносите свою ношу ко мне, никто не осудит вас. Так сказано в Библии, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Буквально. Бог у ног распятого Христа разоружил всякое начальство и власть, что выступает против нас. Власть и стыда больше не место в нашей жизни, она положена у ног Христа. Бремени неуверенности больше нет места в моей жизни, и бремени вины больше нет места в моей жизни, оно положено у ног распятого Христа. Бремя осуждения тоже лежит у ног Христа. Все наше бремя омыто кровью Христа. Кровь Христа смыла все наши бремена. Бог никогда не обременяет нас непосильной ношей. Есть только одно, что он хочет вверить нам. Это описано в откровении. Не наложу на вас ни иного бремени, только то, что имеете. Держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Бремя ли это – держаться за Господа? Нет. Держитесь за веру свою. Не сводите взора своего с Иисуса Христа. Он – начало и конец. Он – Альфа и Омега. И тот, кто победит, тот будет рядом с ним. Как же нам победить, только следуя за Иисусом? Ведь все, рожденное от добра, спасет мир. Он и есть наше спасение. Наша вера – наше спасение. Кто победит, тот будет восседать рядом со мной на троне, как победитель, рядом со мной и отцом моим. Кто победит, унаследует все. И я буду ему Богом, а он – сыном моим. Кто победит, тот будет вкушать плоды с дерева жизни, стоящего в центре райского сада. Кто победит, будет одет в белые одежды. И я не сотру имя его из книги жизни, но произнесу имя его предотцом моим и ангелами его. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Наша вера в Иисуса, наша вера в Его совершенство, наша вера в Его любовь. Как же это прекрасно! И в конце пути, в конце нашей жизни, которую вновь в день пришествия Его Он подарит нам. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явления Его. Я знаю, что Святой Дух говорит, что Святой Дух движется и говорит лично с каждым из нас. Давайте же встанем! Отец, благодарим Тебя! Ты наш Бог! Ты наш Всевышний! Мы рады, что Ты ждешь нас в конце нашего забега. Наша надежда и наши взоры устремлены только к Тебе. Спасибо, Господь, что мы можем возложить к ногам Твоим все наши бремена и быть свободными. Ты наш Всевышний! Ты желаешь, чтобы как можно больше людей пришло к Тебе, пришло к финишу, закончило свой забег. Благодарю Тебя, трогающего сердца людей, подбадривающего их, дающего им силы. Благодарим Тебя за то, кто Ты есть. Мы чтим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, чтобы быть свободными. Мы любим Тебя, Отец, и благодарим. Аминь. Аминь.